Каждую субботу с апреля по октябрь в полдень москвичи и гости столицы имеют возможность любоваться в Кремле мастерством участников церемонии развода караулов. Нынешняя церемония развода караулов президентского полка в Кремле это яркое свидетельство возрождения исторических традиций. Начало одной из наиболее эффектных воинских церемоний российской армии было положено еще в эпоху Ивана III. Впервые же сценарий церемониала был письменно зафиксирован в русском военном артикуле Петра I и сохранился вплоть до 1917 года. Современная церемония торжественного развода караулов президентского полка в Кремле призвана объединить разные эпохи российского воинства и показать глубинную государственную преемственность ратных традиций русской армии. Военнослужащие президентского полка, участвующие в церемонии развода караулов, одеты в мундиры начала XX века, разработанные при Николае II в честь празднования столетия Бородинского сражения. Да и вся церемония задумана именно последним императором, как свидетельство неувидаемой славы русского оружия и Российской империи. Церемония развода караулов президентского полка включает в себя общестроевые фигуры и перестроение в соответствии со строевым уставом и действующими наставлениями по строевой подготовке гарнизонной и караульной службы. Торжественное построение, доклад начальников караулов, командиру полка, осмотр и проверку оружия и обмундирование, осмотр внешнего вида и проверку строевой подготовки, управляемости личного состава караулов, исполнение исторических торжественных маршей, символизирующих отдельные эпизоды истории русского оружия, а также проверку знания, закрепление, узнавание и исполнение сигналов, подаваемых караулами к искам и на церемониях. И кроме того, включает в себя исторический развод, церемонии, во время которого раньше выносились воинские святыни, боевые знамена полков, а сейчас выносится знамя президентского полка и главный символ Российской Федерации – бело-синий красный триколор. По окончании развода караулы и оркестры торжественным маршем бывают к местам заступления, места дислокации. В церемонии развода караулов в Кремле, длительность которой составляет около 20 минут, принимают участие три подразделения службы коменданта Московского Кремля, Федеральная служба охраны Российской Федерации. Рота специального караула демонстрирует элементы общестроевой подготовки, в числе которых построение в знак отличия президентского полка крест и новый элемент домино, а также строевые приемы с оружием почти 4-х килограммовый самозарядный карабин Симонова в руках военнослужащих президентского полка как пушника. Президентский оркестр сопровождает церемонию торжественными маршами и барабанной дробью. Музыка 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 История почетного кавалерийского экскорта президентского полка восходит к императорскому конвою, а также подразделению 11-го отдельного кавалерийского полка сформированного в 1962 году на базе этой части 2 сентября 2002 года образован кавалерийский почетный экскорб в составе президентского за основу кавалерийской церемониальной военной формы одежды. Была принята парадная форма одежды леп гвардии драгунского полка. Церемониальная форма кремлевских драгун максимально унифицирована с пехотным мундиром роты почетного караула, поскольку драгуны могли изначально действовать как в пешем, так и в конном строю. На вооружении почетного экскорта кавалерийские шашки образца 1881 года в 2012 году в полку появилась новая казачья форма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА